У нас год Библии. И мне кажется, в этот год неплохо сделать то, что мы не делали никогда. В начале нашей церкви мы однажды прошлись в микроскопическом изучении одного из посланий апостола Павла Кефесяна. Мы очень детально прошли по этому посланию. Но, пожалуй, за все эти годы мы больше так не делали. Мы всегда изучаем Библию, мы проповедуем, мы читаем, мы преподаем. Есть библейская школа, но есть некий уровень анализа Святого Писания, изучение, которое можно назвать микроскопическим. То есть очень детальным, очень внимательным, очень сконцентрированным на деталях. И, пожалуй, это мы делали только один раз с посланием к Ефесянам лет 15 назад. Поэтому вот что я хочу сделать. Вместе со всеми вами, в целом цикле наших служений, не подряд, мы не будем целый год... Но мы пойдем, допустим, раз в месяц я буду брать одно из Евангелий. И в деталях, стишок за стишком, образ за образом, история за историей, слово за словом. Вникая в разные переводы, анализируя нюансы, мы будем проходить по одному из Евангелий. И микроскопы, знаете, когда микроскоп изобрели, это было одно из самых важных изобретений в истории человечества. Оно стоит в ряду таких, ну, я не знаю, таблица Менделеева, да, в ряду таких откровений, как то, что не солнце вокруг земли вертится, да, а земля вокруг солнца. То есть это принципиально изменило представление людей о том, как устроен мир. Более того, изобретение микроскопа очень практически оказалось полезным. Люди обнаружили мир микросуществ, поняли, что это влияет на их практическую жизнь каждый день, что это является источником многих проблем и, наоборот, источником важных, правильных, добрых процессов в жизни человека. И изучая микромир, человечество стало намного здоровее, грамотнее, в этом плане стало сильнее. И мне хотелось бы, чтобы вот это детальное изучение одного из Евангелий практически оказало нам с вами пользу. Поэтому настраиваемся и сегодня мы начнем. Мы только сделаем небольшое вступление и затем отправимся в путешествие по одному из Евангелий. Пожалуй, может быть, еще в следующее воскресенье мы начнем уже непосредственно разбирать текст. И затем где-то раз в месяц мы будем брать именно вот этот цикл проповедей, разбора слова, как хотите, лекций, чего угодно, да. Но мы будем детально проходить Евангелие. По моим самым приблизительным подсчетам это должно занять не меньше, чем 20-30, а то и 40 занять лекций, проповедей, да. То есть это лет, а, лет нет, но я надеюсь, что может быть полтора года, может быть два, иногда мы будем возвращаться к этим текстам и мы пройдем полностью одно из Евангелий. Итак, мы начинаем большой цикл. Я очень расстроен отсутствием сегодня конспекта. Что-то там не сработало, я отправил конспект, но в интернете какие-то там свои есть проблемы. Я непременно к следующему услужению раздам два конспекта и у вас будет вот то, что сегодня я хотел передать вам. Итак, мы идем в микроскопическое изучение Евангелия. И я решил назвать, выбирая Евангелие, я решил назвать этот цикл Евангелий с высоты Орлиного полета. Во-первых, потому что я остановился на Евангелии, которые ассоциируют еще в древности богословы. Говорили, что сравнивали четырех евангелистов с животными и разными существами. Марка, Евангелие от Марка представляли иногда как в образе человека. Оно очень такое, знаете, очень человеческое. Он встал, пошел, сказал, сел, решил, исцелил. Оно очень такое вот, ну, очень простое и понятное для людей. Евангелие от Матфея, оно имеет свою особую природу. Его часто сравнивали с львом. Потому что Матфей говорит больше к иудеям, он говорит больше к евреям. Он говорит о колене львей, с коленой Иудина. Он говорит, и с тельцом сравнивали Евангелие от Луки. Он говорит о жертве, Христос как жертва, Христос как служитель, как искупление. Евангелие от Иоанна. Мы будем изучать с вами детально, стишок за стишком. И его сравнивают с орлом. Во-первых, потому что орел видит мир с других перспектив. И мы сейчас поймем важную вещь с вами, Евангелие Иоанна, что оно принципиально отличается от других Евангелий другой перспективой, с которой Иоанн смотрит и описывает события жизни, служения Иисуса Христа. Также говорят о том, что орел, когда он, это единственное животное, которое может лететь, смотреть на солнце и не терять зрение. Которое может приближаться прямо к свету, не теряя ориентации, способного зрения, специфика, да, способно смотреть на солнце. Иоанн, последний из апостолов, единственный умерший своей смертью, самый молодой ученик Иисуса Христа, который по пророчеству Христа проживет жизнь до конца земную, в отличие от всех апостолов, он напишет Евангелие с высоты своих седин, с высоты века христианской жизни, с высоты богословия и мироощущения, понимания того, что произошло, тогда намного более глубоко. Евангелие от Иоанна будет в центре нашего внимания. Я помню, что, как и многие из вас, я пытался начать изучать Библию с Евангелия от Матфея. Ну как, ну все по порядку надо, да? И я купил за 25 советских рублей первое свое Евангелие, немалая была сумма, уселся за письменный стол, взял ручку, листочек, я хотел разобраться с тем, что христиане вот там заявляют, открыл Евангелие и на первой же строчке уже немножко споткнулся. Абраам родил Исаака, всегда шокировало русского человека. То есть, с учетом того, что ты по меньшей мере понимаешь, что это мужские имена. Но тут еще как-то, как-то еще сконцентрировавшись, проходишь. Но чем дальше ты идешь, да, Исаака родила Акова, и чем дальше ты идешь в родословную, тем больше ты погрязаешь, и, наверное, не с одним, со мной так случилось, что на этом, на чтении родословий, мое изучение Евангелия с первой попытки закончилось. Я помню, что это слишком тяжелая работа для моего изнеженного постсоветского мозга, и я отложил это. На самом деле, потом мне подсказали, что, конечно же, лучше начинать, либо читать Евангелие от Луки, менее сконцентрировано на иудейских пророчествах, в отличие от Матфея, либо с Евангелия от Иоанна, и которая начинается известными на весь мир фразами, да, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И это великий пролог Евангелия, который мы начнем изучать уже со следующего занятия нашего служения, но сегодня я хотел бы поднять статус этого Евангелия в ваших глазах, выделить его, заинтриговать вас. Поэтому берем ассоциацию с Орлом, Евангелие Орлиного полета, с высоты Орлиного взора. И это Евангелие, которое лично меня сильно тянет в небо. Это Евангелие, которое открывает мне некие небесные перспективы. Это Евангелие, которое говорит о вечных вещах, удивительнейшие вещи. Это Евангелие похоже на орла, который где-то там, в высоте небес, увлекает твою душу. И я, конечно, не мог не сорваться в музыкальную паузу с замечательной песней Александра Маршала и неплохих видеоклипов из мультика и просто кадров про эту горную птицу. Хороший текст, есть над чем подумать. Музыкальная пауза в церкви Добрых Перемен. Александр Маршал, к сожалению, не лично сейчас, поэтому пойдем дальше. Давайте. Музыкальная пауза в церкви Добрых Перемен Музыкальная пауза в церкви Добрых Перемен. 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 Весь будь любой, просу, возьми меня с собой, возьми меня с собой. Весь будь любой, просу, возьми меня с собой, возьми меня с собой, возьми меня с собой, возьми меня с собой. Весь будь любой, просу, возьми меня. Не улетай, не улетай, еще немного покроши, и в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. И ход там очень далеко, Ты налетишь куда легко, Не обдалежь путь любой, Прошу, возьми меня с собой. Возьми меня с собой. Не улетай, не улетай, Еще немного покружи, И в свой чудесный дивный край, Ты мне дорогу покажи. Не улетай, не улетай, Ты налетишь куда легко, Не обдалежь путь любой, Прошу, возьми меня с собой. Возьми меня с собой. Мне очень хотелось бы, чтобы Евангелие от Иоанна предстало пред вами, Вот таким полетом духа человеческого в присутствии Бога, Чтобы оно увлекло нас, чтобы старец Иоанн, Юноша, ходивший с Иисусом по земле, Видевший Его славу, видевший преображение Его на горе Фавор, Видевший воскресшими из мертвых людей, которых воскрешал Христос, Старец Иоанн, который сидел со Христом, Будучи еще совсем молодым человеком, Сказано, что он прислонялся, как сын, К груди Спасителя мира. И вот проходят десятилетия, И седовласый старец пишет Евангелие, Вдогонку написанным до него, Пишет, подчеркивая что-то, На чем не акцентировали внимание предыдущие евангелисты, И пишет с высоты, почти уже вечности, Которой он, пред дверями, которые он стоит. Это Евангелие поднимает душу, Это Евангелие, ну по-настоящему, Вот цепляет тебя и отрывает от земных, От земных наших процессов. Мы пойдем по нему в деталях, И пусть эта песня, этот видеоклип, Этот образ останется у вас, Когда был малышов, Да, говорит, я слышал, Мне так хотелось летать душой, Потом помнить эти кадры, Когда набросили узду и повели, Но душа рвется на волю. И я хочу, чтобы мы отправились В это путешествие по Евангелию. Несколько вещей буквально мы успеем сказать сегодня, Как вступление, важные вещи. Я попрошу вас, в течение этой недели, Несмотря на наш план чтения, Сделать телескопическое, Быстрое прочтение Евангелия. Буквально за эту неделю, Мы быстро пройдемся по Евангелию. Евангелие от Иоанна, Прочитать надо все, Это по большому счету час займет у вас, Бегло, не нужно останавливаться на деталях, Просто охватите его, Проскочите по нему, И затем мы будем долго и тщательно, И аккуратненько идти. Но когда вы будете перечитывать его, Пожалуйста, держите в мыслях Несколько важных вещей. Первое, это датировка. Евангелие от Матфея было написано, Это самое раннее Евангелие. Оно было написано первым из четырех изложений Жизни, служения, смерти, воскресения Христа. Оно было направлено к иудеям. Оно начинается с родословной, Которая понятна иудеям. И совсем непонятно нам. Это знаете, когда ты оказываешься, Если вы заговорите с евреями о родословных, О родословии, для них это абсолютно норма их культуры. Это как если ты заговоришь с Сергеем Кайфаджан, О родословных его родверенов. Он может говорить об этом бесконечно. У него родверенность такой истории, Что он будет перечислять вам там 20 колен, Показывать копии 20 паспортов. То есть это его тема. Для тебя это непонятно. Для иудеев очень важно, Что Иисус пришел из колена Иудина. Очень важно для иудеев, Что он потомок царя Давида, Потому что Мессия должен быть потомком царя Давида. Для нас, для других культур, Это менее понятная вещь. Это то, что уже позже мы изучаем. Вторым, судя по всему, было Евангелие от Марка. Оно, скорее всего, было больше ориентировано на Вот римскую такую простоту мышления, схема. Уже говорил, встал, пошел, Исцелил, воскресил и так далее. До Евангелия от Луки. Третья, самая поздняя, из синаптических Иванов, Из первых трех согласованных и написанных Более-менее в один временной период общий. По рассмотрении, детальном изложении всего, Написал я тебе, достопочтенный Феофил. Это, конечно, к грекам. Это, конечно, к нашим любимым приазовским грекам, Которые хотят все, чтобы было по полочкам и детально, По тщательным исследований всего, достопочтенных, реки. Все как положено, а как? Но, проходят 70 лет после вознесения Христа. 70 лет. И в конце своей земной жизни. Старец Иоанн, Любимый ученик Иисуса, Совсем юнец еще, Проживший жизнь, Прошедший через огромные испытания, Видевший гонения на христиан, Убийство, смерть и всех своих друзей, За Евангелие. Все его друзья, апостолы, Отдали жизнь за Евангелие. Он знал прекрасно все три Евангелия. Они были написаны, распространены. Но он знал больше. И рассказывал об этом годами. И под конец его жизни. Большинство библиистов склоняется к тому, Что под конец его жизни. Его ученики сказали, Это надо записать. И, вероятно, даже кто-то из его, Скорее всего, Иоанн Пресвитер, Некто исторический такой персонаж, Записал то, что говорил Иоанн. И это уже высота, С которой он видит. И возрастная, и духовная, и богословская. Это уже та близость к небу, И увлеченность небом, Которая даст этому Евангелию Особый вид, особую перспективу. Эта Евангелие отличается от других. Оно, его, христиане, принято, говорит, Три синаптических и Евангелие от Иоанна. Или не синаптическое. Синаптические, это те, которые вместе смотрят. Евангелие от Матфея, Марка и Луки, Они как бы вместе смотрят И более-менее описывают, Ну, как бы, многие вещи похожи, Чуть с разных сторон. По замечаниям, некоторые дополнительные детали. Но они как бы вместе. И, смотрите, Евангелие от Иоанна Совершенно по-другому с высоты. Есть многие вещи, которых нет В Евангелии от Иоанна вообще. Например, Он ничего не говорит о рождении Иисуса. Не потому, что Он ничего об этом не знал. Ну, потому, что об этом написано было в Евангелии, И это уже знала вся церковь. Но Он ничего не говорит о крещении Иисуса. Потому, что это уже было просто всем прекрасно известно. Он ничего не говорил о Его искушениях. О тайной вечере, о Гевсиманском саде, Ни слова и вознесении. Об исцелении людей, одержимых бесами и злыми духами. Ни одной притчи не пересказал. В Евангелии Он... Потому, что эти факты были прекрасно известны в Его время. Евангелия от Матфея, Марка и Луки были нормой в церквях. Но Иоанн добавил что-то, что с его точки зрения важно. Добавил некоторые акценты, которые были актуальны в Его время. И это, например, Евангелие от Иоанна подчеркивает, что Иисус начал свое служение не после ареста Иоанна Крестителя, как может показаться и чтение синаптических Евангелий. И кому-то показалось во время Иоанна, что был Иоанн Креститель. Потом он передал служение своему преемнику Иисусу. И появилась такая группировка, которая превозгласила роль Иоанна Крестителя. И может быть поэтому апостол Иоанн подчеркивает, что Иисус начал свое служение до этого. Рассказывает о канне Галилейской, о которой ничего не рассказано. До этого рассказывает о некоторых чудесах, которые происходят в ослужении Иисуса до ареста Иоанна Крестителя. Есть многие вещи, которые в этом Евангелии как бонус. То есть в этом Евангелии есть многое из того, что не указано в трех синаптических Евангелях. То есть Иоанн рассказывал устно эти истории, и ученики попросили, и он счел это необходимым, чтобы это записать, чтобы апостольский авторитет последнего апостола был подтвержден вот эти истории тоже. Например, только Иоанн рассказывает о брачном пире в Канне Галилейской, о Самарянке, о посещении Иисуса Никодимом, о воскрешении Лазаря. Только он рассказывает такую удивительную историю, как Иисус мыл ноги ученикам своим. Только он рассказывает о прекрасном, вот это учение о Святом Духе, об утешителе, который придет. Потому что это присутствие Святого Духа стало нормой для Церкви, основой жизни Церкви. И это было важно, и богословски важно. Он описывает удивительно детально портреты учеников. Ничего подобного нет в других Евангелиях. Только он подчеркивает детали характеров своих друзей и апостолов. Это очень личное Евангелие. Потому что если я буду описывать, я когда-нибудь напишу книгу про церкви, я уже написал про республику Бельгин, там есть портреты многих служителей, да? И, конечно, когда я описываю Андрея, там есть какие-то детали, которые я знаю хорошо. Также Иоанн, он описывает нюансы, каких-то недостатков своих друзей, не стесняясь этого в открытую, это тоже замечательно. И какие-то их достоинства. Он описывает детали портретов. Только если ты знаешь Юрия Андреевича Шахмана, ты можешь написать про каши, котлеты и мух, которые залетели однажды ему в суд после его гордого заявления о том, что мухи отсутствуют в нашей церкви, потому что мы самая правильная духовная церковь. И через минуту три мухи спикировали к нему в борщ. Но только если такие детали, ты можешь знать, потому что ты знаешь этих людей. Иоанн ходил с апостолом, они были его друзья. И поэтому есть много деталей, которые здесь видны. Он описывает, как Иуда протестует против помазания миром драгоценным Иисуса, только он. Он подчеркивает многие интересные нюансы. Например, он говорит, когда благоуханием помазывали, он говорит, благоуханием наполнился весь дом. Это мог описать только очевидец этих событий. И, знаете, есть такие способы проверять у юристов, есть много наработок, как отличать истинные документы от ложных. Например, атеистов так радует, что четыре Евангелия, они разные. Даже три синаптических, где-то на одно обращают внимание, где-то на другое, где-то на третье. Они говорят, видите, у вас в Евангелии по-разному. Значит, говорят атеисты, что-то тут не так. А мы говорим, господа атеисты, это у вас в партийных документах что-то не так, потому что у вас все партийные документы одинаково говорят. Значит, вы лжете. У юристов есть такие принципы, в судопроизводстве, в расследовании. Если мы берем три человека, и они описывают события, стали свидетелями какого-то события, и их развели по разным местам, и они описывают это, то если в результате описания, допустим, сегодняшнего утра, сегодняшнего служения, у них будет абсолютно одинаковый текст, значит, они лжицы. Значит, они сговорились. Этот документ лжи, потому что люди заметят немножко по-разному. Кто-то акцентирует внимание на одном, кто-то на другом, кто-то на третьем. Так именно было с евангелистами. Но тогда атеисты говорят, ладно, но эти три евангелия, они смотрят вот, вот говорят об этом, у них как, вроде бы, как будто Иисус один год служил, а евангелие от Иоанна, три пасхи. И они говорят, как так? Мы говорим, все просто. Иоанн описывает, спустя 70 лет, он знает все три текста, и он говорит, есть одна деталь, которая неправильно в головах у людей, им кажется, что Христос только год служил, поэтому я добавлю кое-что, и описываю, что его служение было в течение трех лет, и он добавляет этот текст, чтобы было понятнее. Просто на этом не акцентировали внимание его соработники, авторы трех евангелий. Поэтому я подчеркиваю, когда вы сталкиваетесь с атеистической критикой, как правило, критикой советских времен, эта критика не вчерашняя, и даже уже не позавчерашняя, она давно выброшена на свалку, но эти статьи, они лежат на полках, я у верующих встречал в домах эти забавные библии Лео Касси. Понимаете, это действительно, это атеисты писали, против Библии. И если я сильно хочу похохотать, я могу это открыть сейчас. Потому что все те аргументы, которые они приводили, уже давно исчерпаны, выброшены. Я хочу подчеркнуть, что Евангелие, это исторические документы, это описание личностями, очень детальное. Иоанн говорит, когда Иисус пошел за ними по воде, они отплыли от берега на 25, потом задумывается и добавляет, или на 30 стадий. То есть, понимаете, так, но это может писать только очевидец этих событий, только тот, кто восходил на Арарат, вместе со мной, описывая Арарат, может концентрироваться на деталях, на горной болячке, на том, как над нами издевался Андрей Тунин, который думал, что он единственный, не заболел горной болезнью. И только тот, кто был с нами там, может написать, что мы не спали до часа ночи, пока не была тревога и подъем на восхождение, и думали, как бы вообще свалить вниз, и зачем мы здесь оказались. То есть, понимаете, это очень лично, это очень, и именно такими являются Евангелия, они написаны очевидцами служения Иисуса Христа, людьми, которые были рядом, они имеют полное основание для нашего доверия. Изучение это самые удивительные документы в мире. Интересно читать книгу Путин, которого я видел, журналист какой-то написал, Путин, который меня видел, или Путин, которого я не помню, неважно, или две написал, но потому что Путин подпустил его к телу, позволил его потрогать, и там несколько раз задать ему вопрос, и полететь с ним в одном самолете куда-то, и он написал книгу, которую прочитало аж сто человек. Понимаете, великий доступ к телу имел. Друзья Евангелия не имеют ничего подобного в сравнении с собой. Люди стояли рядом с Богом. Люди сидели за столом с ним. Иоанн, молодой парень, как сегодня я прижимаю своих сыновей, вчера поддача, вечерков подполз, прижался, да, к груди. Вот так. Иоанн был у груди Иисуса, Бога, пришедшего во плоти. Это самая ценная информация о жизни, о смерти, о вечности. И я очень хочу, чтобы мы спокойненько прошлись по этому. Но сегодня спокойненько не получится. Поэтому последнее, пожалуй, что я скажу сегодня. Евангелие от Иоанна начинается удивительнейшим уроком для нас. Он пишет, Евангелие не для иудеев, как Матфея. Как я уже сказал, Матфей начинает с Авраамра. Вот родословие Иисуса Христа. Авраам родил Иоциака. Они не знают. Люди, которые окружают Иоанна, уже многие не иудеи. Многие из них живут в греческой культуре, и они понятия не имеют, кто такой царь Давид. И что такое колено Израилево. Они не знают. Люди, которые наполняли, жили тогда в том мире, к которому обращался уже, Евангелие далеко вышло за пределы иудаизма, которому писал Матфей. Это уже новый мир, уже разрушенный Иерусалим. Войска Тита раздолбали Иерусалим. Иудеи уже рассеяны по всему миру. Церковь наполняется язычниками, которые ничего не слышали про закон Моисея. Они ничего не знают о Давиде. Слово Мессия для них непонятное слово. И вот он пишет для других, для язычников. Он пишет для других людей, другого мировоззрения. И вот что он делает. И пусть это будет первым уроком, который мы берем из Евангелия. Он смело, легко и решительно берет старые образы Евангелия, понимая их важность для иудеев, для греков, для римлян. И отодвигая в сторону их образы, для тех, кому они нужны, он начинает говорить словами своей культуры и своего времени. Он делает, если хотите, древнее Евангелие, к тому времени, 70-летней давности, для поколения гугл. Он говорит с людьми на их языке. Он начинает, он берет термин логос. Вначале был логос в оригинале греческое слово. Этот термин логос знал любой грек. Когда ты говорил с греком, ты спрашивал, откуда произошел мир? Они говорили, скорее всего, логос. Это смысл, это разум, это первопричина, это источник порядка во Вселенной. Греческие философы говорили, некий логос, некая сила, некая мудрость, премудрость сотворила мир и держит в порядке. Они говорили не как иудеи. Это была другая культура. И Иоанн, ни грамма, ни комплексы по этому поводу, берет их терминологию, берет их образ и начинает говорить с ними на их языке. Если хотите, он делает тот самый ремикс Евангелия, о котором я часто повторяю, и который так важен в церкви. Церковь должна говорить с людьми на их языке. Церковь должна чувствовать перемену времени. как там поется у одного барда, я хочу верить доктора со скальпелем в чистой руке и священника, говорящего на моем языке. Церковь должна видеть перемену времени и смело входить в Евангелие в любое время, в любую эпоху. И давать Евангелие для поколения Google, для поколения, не знаю, там, iPad, Android, как там последние мобилки эти самые крутые. HTC, спасибо тебе. Для поколения HTC, айфоны уже отстой у них. HTC, понимаете, мы должны идти на их языке говорить. Это так важно, абсолютно важно, принципиально важно. Когда я смотрю на служение, там, где мы имеем успешное служение, что происходит в тюрьмах? Почему? Наши братья начали недавно служение и сегодня имеют самое крупное служение в тюрьме. Почему? Потому что они не боятся прийти в зону и они не приходят и не говорят встанем и начнем петь наши псалмы Воследственного собрания. Мы с удовольствием поем много песен поклонений здесь, но братья приходят туда и говорят, ну это не лучшая идея, если мы приедем просто с песнями про славление в зону. Они приходят и поют вот новый поворот и вся зона и мотор ревет, а потом уже пробуют, что он нам несет и пошло-поехало и пошло в начале был поворот а потом разворот да, а теперь что? и потом по тормозам на ручнике и знаете, когда я я помню, когда первый раз я поехал с Эдиком на служение он вышел собрались с Зехи там он же говорит сейчас я вам анекдот классный расскажу он привез пастора церкви туда какой анекдот да за само слово анекдот во многих церквях отлучают и вообще если был в одной церкви у меня один брат сказал показал на одного братика он бедняга так нервничал когда я проповедовал и ты представляешь он ко мне подошел как-то и говорит не шути брат христиане не шутят смысл не шутят ну вот лот пошутил шутил с детьями шутил а потом когда сказал всерьез они его не поверили ну такая оригинальная штука говорит хороший христианин говорит самое главное это говорит замечательный христианин прекрасный христианин но у него в голове что вот нельзя даже пошутить за слово анекдот там отлучают эсэр а Эрик заходит рассказывает анекдот причем как бы вам сказать ну так помягче ну не религиозный анекдот не про пастора там которому идти на богослужение да и а вот звучит такой а потом вот эти все ребята они уже с ним они свои и потом у них я помню когда я приехал с Эдуан на одно из служений в тюрьму на входе в тюрьму ко мне подошел один браток и сказал там какой-то строгий режим или что-то такое и он говорит пастор у нас такая зона ужасная здесь вообще никто не кается никто не кается просто никогда никто не кается через полчаса мы имели служение и я попросил Аскольда говорю спойте песню вот Аллы Пугачевой не отрекаются любя хоть жизнь качается не завтра кто-то помнит это и я начал говорить им о том что Бог не отрекся от них несмотря на их грехи и преступления что Он по-прежнему любит и не отталкивает и они пели эту песню и я под нее сделал призыв и говорю кто желает рассказать я не помню 70-80 мужиков в этих тулупах на покаянии в слезах мы молились и понимаете нам нужно научиться уроку первому уроку от Евангелия Теан он смело заговорил со своим поколением на их языке он взял слово логос как основу Евангелия и повторяя важнейшие христианские истины я не знаю как бы это прозвучало сегодня может быть он взял бы какую-то компьютерную терминологию но он точно не боялся отступить от веры отцов Авраам родил Исаака вот так правильно должно начинаться Евангелие уже 70 лет как такое Евангелие мы именно так его приняли от брата Матфея и так его храним и ни на шах не отступим он сделал ремикс прошло 70 лет он заговорил с людьми используя термины которые были понятны и это так важно чтобы мы могли это делать то что устроили наши молодые люди в красноармейских может подвергаться осуждению я даже могу дать вам адреса церквей где скажут то что делает Махненко абсолютно ужасно и вы спросите какой грех вы имеете ввиду что там пастор говорит он молодежь повез в поселок и вместо проповеди Евангелия вместо того чтобы открыть Библию стать посредине села сказать покайтесь его приблизительно саша он дискотеку организовал более того вам расскажут вы знаете а если бы видели а у нас говорят там казачок был знаете что там творилось их молодежная пастора знаете что там делали наши молодежные пастора Яна ты где на левом будет Янка сколько ей лет 30 и вот стоит 30-летняя женщина и качает калек мой поет рэп приветствую восходящие звезды рэпов дьявол побежден а Янка 30-летняя женщина стоит наш молодежный пастор качай 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 скажите зачем зачем за тем что это их язык понимаете и я поеду сегодня с Библией туда я открою Библию буду преподавать Слово Божье но для того чтобы нас там слышал они молодые люди надо найти с ними общий язык я говорю об этом сегодня с пасторами служителя многие говорят Геннадий у пастора говорит у вас в социальных сетях такое интересное движение идет говорит мы прислушались решили войти служить в социальные сети но что-то не идет я я захожу смотрю зарегистрировался в фейсбуке и делает в принципе это духовную вещь печатает цитату из Библии вот так возлюбил Бог мир что он дал сына единородного да во всех верши не поедут но имел жизнь вечную правильно правильно правда правда ноль лайков ноль комментариев а сегодня вечером Дебедович написал пост о футболе Челси победила я болел за Челси Дебедович за Баварию результат был предрешен просто так вот он написал пост про футбол и тут же понеслось и вот здесь в процессе разговора о футбол начался разговор о том а как насчет Бога вот вообще вот одни молятся и эти не молятся а как вот Бог вмешивается и пошло богословие и пошло размышление о Боге о жизни знаете я думаю что нам надо окончательно взяв этот урок из Евангелиана сказать но мне нужно это бояться одна из идей которую я очень хочу сделать мои друзья сейчас делают огромную евангелизацию во время Евро 2012 огромную в десятках десятках городов делают такие фан-зоны ставят огромные экраны соберутся с тысячи тысячи ну по крайней мере мужиков болеть а любая пауза вместо рекламы пива идет свидетельство футболиста который говорит Иисус царь моей жизни Господь и он дороже любого кубка и он победитель всего и без него нет смысла в жизни и он источник жизни он тот от которого и которого понимаете и это будет работать и во время этих евангелизаций многие впервые как говорил сегодня наш брат Рома впервые услышат евангелие нам нужно не бояться говорить с людьми на их языке и привет всем консерваторам от меня лично качество ужасное писали на какой-то телефон они пришли в село начали петь свидетельство не молодежь стоит челюсти поопустив а сегодня я приеду с евангелия сегодня я приеду с уроповедю для старшего нам надо найти пути найти форматы и мы и мы сделаем все чтобы найти аминь евангелие с высоты орлиного полета будет центром нашего с вами внимания мы отправимся в увлекательное путешествие по евангелию Готиана и я очень прошу на этой неделе прочитать его бегло бегло все евангелие пожалуйста и сейчас самая важная часть нашего служения я прошу вас тихонечко начинаем молиться и внимательно слушаем что я говорю я хочу сейчас обратиться к тем людям которые может быть вы впервые в церкви сегодня в церкви